Бывший министр финансов США рассказал об угрозе доллару 8 часов ровно 26 мая 2020 года знак авторского права РИА Новости, Алексей Сухоруков, американские доллары. Знак авторского права РИА Новости, Алексей Сухоруков, Москва, 26 мая РИА Новости, Наталья Димбинская. Основная опасность для международного статуса американской валюты ситуация внутри США, как предупредил бывший глава Минфина Генри Полсон, Вашингтону придется что-то делать с бесконтрольным ростом газдолга и бюджетного дефицита, иначе доллар лишится привилегированного положения. Будущий конкурент благодаря тому, что американская денежная единица играет роль основной мировой резервной валюты, ставки по долларовым активам низкие. Это позволяет стране выдерживать большой торговый дефицит, снижает экономические риски, повышает ликвидность финансового рынка и обеспечивает банки США расширенным и первоочередным доступом к денежным средствам. Впрочем, бывший министр финансов США Генри Полсон называет исторической аномалией то, что доллар сохраняет этот статус так долго. Сейчас наибольшим потенциалом обладает китайский юань. Размеры экономики КНР, перспективы роста, интеграция в мировую экономику и активные усилия по интернационализации способствуют повышению роли китайской валюты, отметил Полсон в статье, опубликованной в журнале. Вчера, 13 часов 31 минуты, эксперт объяснил конфронтацию между США и Китаем превосходство доллара возникло только благодаря сочетанию исторических событий, геополитических условий после Второй мировой войны, политики Федрезерва, а также огромных размеров и динамики американской экономики, пишет Полсон. Он напоминает, что в первой половине XX века доллар и британский фунт стерлингов были, по сути, равнозначными резервными валютами. Сегодня естественная монополия доллара кажется неотъемлемой частью международной денежной системы, но со временем, полагает экс-глава Минфина США, вновь сформируется равновесие двух или более мировых резервных валют. Китайский юань – главный претендент, поскольку он уже котируется наравне с иеной, евро и фунтом. С другой стороны, убежден Полсон, КНР еще нельзя назвать угрозой стабильности американской валюты. До тех пор, пока Китай не перейдет окончательно к рыночной экономике, юань не сможет стать по-настоящему мировой валютой. Проблема не в Китае доминирование доллара вызывает все больше вопросов у экс-министра финансов, особенно с учетом увеличения доли развивающихся стран в глобальном ВВП и снижения этого показателя у США, почти с 40% в 1960 году до 25% сейчас. Но проблема даже не в этом. 14 апреля, 8 часов ровно рекордное падение экономика США рухнет на 40% по скорости наращивания финансовых обязательств нынешнему хозяину Белого дома нет равных. К 19,9 триллиона, доставшихся в наследство от Обама, Трамп умудрился добавить еще пять. И это несмотря на обещание ликвидировать долги в течение восьми лет. Дефицит бюджета США полтора триллиона долларов, и по расчетам крупнейших банков, в 2020 разница между расходами и доходами государства утроится до 4 триллионов, максимума со времен Второй мировой. А газдолг превысил рекордные 25 триллионов. Заимствования растут быстрее экономики. В 2019 ВВП прибавил 2,3% порядка 850 миллиардов долларов, а долг более чем 1,2 триллиона. Аналитики констатируют, ситуация практически вышла из-под контроля. Отношение общего газдолга к ВВП подскочило до 108%, тогда как в 2006 году, в преддверии финансового кризиса, было не больше 63%. Как указывает Институт международных финансов, если добавить корпоративные, ипотечные и прочие долги, то сумма вообще потянет на 330% ВВП. 19 мая, 8 часов ровно большая распродажа, Россия отвернулась от газдолга США, продают газдолг желающих кредитовать погрязшую в долгах экономику все меньше. Как следует из статистики американского Минфина, в марте бегство иностранных инвесторов из американского долга как частных, так и государственных было беспрецедентным. За месяц зарубежные держатели Трежерис сбросили их на 256 млрд долларов, сократив общий портфель до 6,81 трлн. Из 33 стран крупнейших кредиторов американской экономики вложения нарастили лишь Япония, на 3,4 млрд, Швейцария, 1,3, Тайвань, 4,1, Филиппины, 1,3 и Австралия, 1,8. Активно продавали казначейские облигации США от Центробанки развивающихся стран, им потребовались доллары, чтобы поддержать падающие национальные валюты на фоне коронавирусного кризиса. Сократила портфель Трежерис и Россия с 12,58 млрд до 3,8 млрд. Крупнейшим продавцом выступила Саудовская Аравия Королевство избавилось от американских бумаг на 25,3 млрд долларов. В Бразилии и Индии показатели немногим меньше 21,5 и 21 млрд соответственно. Такая распродажа не сулит Вашингтону ничего хорошего, поскольку полуторатриллионный бюджетный дефицит покрывается в основном за счет реализации государственных облигаций. Как отмечают аналитики, маловероятный, но возможный сценарий заморозки инвестиций ряда стран в американские бонды нанесет сильнейший удар по статусу доллара как резервной валюты.